Hello World! Welcome back to crappy Minecraft Education Edition. Comrade Atomny with you, and I don't recommend that game to you. Ну что, товарищи, ради высшего блага, с вами я, товарищ Atomny. Сегодня мы попробуем Python. So today we're trying to code with Python, and I'm replaying part of the game. И я, собственно, переигрываю часть игры. У нас есть свободное передвижение. So we can, like, move freely, and interact with those dudes, и с этими чуваками взаимодействовать. Interesting that now, when I selected the Python, we have more freedom. Интересно, что вот теперь-то у нас больше свободы-то. Oh, I can interact with every object. Могу даже с объектами взаимодействовать. What's up there? I don't know, что. So what is doing? Nothing, ничего. Okay, there is a plate. У нас эти самые. Просто нажимаем на кнопочки. Okay, let's code. Ну что, начнем программировать. Now this door doesn't open. Дверь не открывается. Let's go to code. Переходим к коду. And you don't see that again. И снова не выйдете его. Now you see. Вот теперь видите. Crappy implementation. Вообще херовое просто это самое воплощение. Раздача еды. Раздача еды не может распознать некоторых студентов. Пересмотрите код и внесите изменения, чтобы он мог определять всех студентов. Уделите внимание функции scan, которая управляет тем, как раздатчик обнаруживает человека. Функция имеет одну строку в качестве параметра и имеет две настройки horizontal или smart. Допустимый тип и сканирования horizontal или smart. Блин, ну елки-палки, здесь уже как-то оно нормально и сделано. So this is more like it. We have like the text what we need to do, with what function we need to work. That's better than the visual programming. Much better. То есть блин, ну как бы на питоне лучше, явно все выглядит лучше, чем код при помощи скретча. Okay, so we need to change our scan type. Нужно main. Это у нас основной код. Task задание. Обновите коды horizontal на smart. Institute MP3C. 혼es.ru Whether is two types of... Okay. I cannot change here anything. Я тут ничего не могу заменить. А тут. The bad side is like, I think here is where I need to type the code, but actually it cannot change there. And this is the duplication of the same screen. I think that's a bad implementation, so I need to put it smart here. Тут нужно мне написать умный способ сканирования. Okay, ready to launch. Запустили. And yeah, see what's happened. Смотрим, что происходит. Камера is fixed. Камера у нас зафиксирована. And in the other ways the game is still crappy as it is. Все равно игрушка хреновая. Вот-вот хреновая. Ничего не скажешь. Казалось бы, Майнкрафт, но блин, какой-то он убогий. Знаете, вот Майнкрафт, когда был как бы поделкой одного чувака, он выглядел лучше, чем когда он стал создан, ну типа над ним стало работать корпорации. It is weird that actually Minecraft was better when one man worked on it and it is became much more worse when it is now owned by a corporation like Microsoft. You know, corporations make everything worse. И вот-вот что не скажи, но корпорации делают все явно хренове. Let's start decoding. Начнем кодирование. Here it is loading. Вот так оно загружается. Пользуйте код, чтобы пересечь пустоту и добраться до кнопки. Вам доступны функции Agent Move и Agent Place. Функция Agent Move принимает один параметра за собой строку, он представляет команду. Ну блин, ну это уже нормально что-то, знаете. Конечно, это не для новичков, но блин, это ну хотя бы что-то ты уже должен читать по-английски, там понимать все. Ну блин, это адекватно хотя бы. You know what's weird? Like on Python, this is more adequate learning curve, and it is much smoother than with that freaking scratch thing. Because scratch supposed to be easier, but actually it is harder. Вот интересно, что на scratch это должно быть проще, а получается оно тяжелее. Вот такая херня какая-то. Необычно, необычно. Forward, backward, допустимые направления. So we can agent move and set the commands to forward, backward, down, inside the scopes, and up. У нас есть команда агент перемещайся, это не агент 07, а робота зовут агент. И в скобках мы можем им передавать значения вперед-назад-вниз. Функция Agent Place принимает один параметр, забыл строку, он передает в каком направлении должен двигаться агент. Окей. В каком направлении должен не двигаться, а строить. Вот строить он должен. So here is the mistake in translation. Agent move, place down. Окей, I don't have the cycles here. У меня здесь, по-моему, циклов нету. So I can do that repeating those code lines. Вот эти строки кода просто берем и повторяем, да. So I'm just copying and inserting. You know, that's supposed to be the first mission. Do not understand anything, just copy and paste. Copy and paste the code. I guess that would be nice. Знаете, вообще-то я подумал, вначале мы начинаем учебу обычно с простых команд, типа шаг вперёг, шаг назад, повернуться, да. А почему не начинать, например, с копированием вставления, да. Я думаю, это более нужный урок, который никого никто не обучает. И быстрые клавиши для копирования и снова не видите. I need to switch the mode. Надо постоянно этот режим менять. Окей. But with the Python programming that's better. Но, знаете, с питоном-то оно получше получается выглядит. Оно как-то, ну, блин, более-менее. Более-менее. Конечно, это не исправляет глюки с ошибками там все это, но, блин, хотя бы обучение становится более наглядным. So, the education becomes a smoother with the Python. So, that's definitely the main interface here. Поэтому-то, скорее всего, и есть основной интерфейс здесь. Yeah, we've broken that. Мы это сделали. But, but still, the, the, I don't like how the education is performed. Мне не нравится, как оно, конечно, устроено все еще. Но, блин, это существенно лучше, чем то, что было. Let's start decoding. Начнем процесс программирования. Launch everything. Запустили все. Окей. Cut grass. We have function. У нас есть функция режь траву. Check sprinkler cut grass. Заменить ее на check sprinkler cut grass. Их из-за ссылка будет проверять наличие даже, прежде чем приступить к стрижению травы. Ну, вот вы понимаете, вот это как-то легче воспринимается, чем то, что было на этом самом Sparky. Ой, не Sparky, а Scratch. Я не знаю, как будет ли смотреть этим видео. Смайлсик, у него есть канал, тоже посвященный играм по программированию. Мне бы интересно было, какое его мнение на этот счет. Но мое впечатление, а вот это основной режим обучения. Здесь, по крайней мере, что-то изучить можно. So, actually, in text typing, you are capable of learning here. And here is even explanation how to use the cycle. Really? Тут даже у нас объясняется, как цикл for использовать. То есть, там ты просто догадывайся, у тебя есть блоки, как что делать, ничего не объяснено. А здесь у нас есть уже советы. Блин, это получше. So, that's this mode is better. Definitely better. Например, кода 4E in range 8, 4E in range 3, move down, move forward, cut cross, move down next. Обновите код, чтобы проверяло наличие разбрызгивателей. Okay, I need to copy this function. Получается, вот эту функцию нужно скопировать. And there is no exploitation of what the functions really are. То есть, пока нету объяснений, что такое функции. Let's launch. Запускаем. Ой, это не сработало. Давайте попробуем еще. Okay, let's start again. One more time, еще раз. You did it in the sea, but the code is broken. Like, we've put it here. Ну, может сюда поставили. Check Springer cut cross. Yeah? Oh, I've missed type type. I've deleted the wrong command. Не ту команду удалил. Here is cut grass. Вот у нас резать траву. Мы меняем на проверку этого самого трубы и потом резать траву. So now it would work properly. Теперь должен работать нормально. Launch. Запускаем. Yeah, yeah, yeah. Good. Отлично. I like this mode more. Вы знаете, мне этот режим нравится больше. Отлично, теперь вы поняли принципы надежности. I won't read those crap because, you know, those dialogues definitely the weak part. And that's the crap. Okay, so now we need to build the bridge. And I guess we need to use what we have learned with the cycles. Думаю, сейчас нам тут циклы надо будет применять. Let's launch the code. Code запускаем. Okay, agent place. Agent move. Да у нас здесь идет. Okay, yeah, we are doing that in cycle. Да, мы все это делаем в цикле. The repetition of the same moves. So we can... Cycles makes your code lesser. Like you use lesser lines of code, you've typed lesser amount of words. Благодаря циклам мы сокращаем код, мы пишем меньше, а действий получается больше. Цикл for это у нас от какого-то числа до какого-то повторения. То есть, короче говоря, мы считаем, допустим, от единицы до десяти. И десять раз повторяем какие-то действия. То есть, ну, например, если мы должны этих самых десять яблочек дать кому-то покушать, мы берем одно яблочко, передаем. Берем одно яблочко, передаем, даем другому. То есть действия вот эти выполняем. И вот так действия десять раз, да? То есть мы можем десять раз написать взять яблоко, дать яблоко, взять яблоко, дать яблоко, взять яблоко, дать яблоко, да? Так десять раз вот этих. И получается у нас 20 строк команд. Получается. А мы можем просто написать десять раз выполнить действие. Взять яблоко, дать яблоко. Все, три строчки. Понимаете? ну как бы проще получается благодаря циклам using of cycles reduces the code so we can for example here like we can do that with apples in order to you know give 10 apples to a friend we need to execute some commands and for example order another your friend to give a 10 apples to another friend you can say like that take that apple give that apple take that take a new apple give the new apple take another apple give to another apple take apple and give apple and this is a 10 times so that would be 20 commands or you can shorten it it's a repeat this action 10 times take apple give to your friend and repeat that so that is what as a cycles of four то есть вот у нас по-английски называется for пока у нас какое-то число и это переменная на ходе ну не достигла уровня трех у нас мы двигаемся вперед вниз да здесь мы меняем количество повторений на пускай 15 у и в мэйдоте фифтинеса у нау и еще двор пропала и теперь должно работать хорошо блин и это проще это быстрее чем на этом самом как его скретче то есть поймаете прикол какой а о о о о о о о о о не хочу падать прикол в том что у меня был видео по сравнению визуального программирования прямой при помощи блок схем дракона скретча r-схем и текстового программирования если добавлю в видео это в прохождении else heartbreak игрушки по программированию меня такое было и я сравнивал по времени затратности и легкости программирования наглядности кода как это выглядит разные способы программирования можете посмотреть да как выглядит так вот на скретче и визуально программировать намного дольше чем текстом писать so interesting thing that i have episodes on another game concerned programming called else heartbreak and there i compare different types of programming so visual programming with a scratch environment visual programming with the dracon logical schemes visual programming with the visual programming language used in soviet union for programming buran space shuttle and also the textual programming and textual programming was a really faster than visual programming and actually the r schemes that used by soviet engineers to program space shuttle buran uh the that was more efficient that the first artificial intelligence in the world uh that actually flew by uh themselves in fully out automated mode without any humans at all so that was much more superior that the is the yes i could achieve в общем-то да и получается что советские инженеры при запуске бурана использовали r-схемы r-схемы хоть и визуальное программирование но они наиболее наглядные и быстро печатают ну а текстовые печать быстрее чем дракон схемы или что-то еще или те же scratch ok here we go пошли i don't like how this binary numbers showed мне не нравится как здесь бинарные коды вот эти показаны потому что они вводят заблуждение so actually this misleads the kids about how the programming looks like because actually that's a number and this is not the text and what the word it switches it doesn't represent that то есть у нас вот этот код он никак не отображает то что ну не отображает ту информацию которая как бы потом заменяется подставляется то есть получается некоторое ложное впечатление о том что значит данные цифры so it makes false impression of what those numbers can do what this is а что это такое кстати обработчик кода can i check the inventory а можно ли мне инвертарий посмотреть окей 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 where is my где мой инвертарий вот здесь что-то планшет what they need for а для чего он мне нужен kkk no i don't need the help нет помощь не нужно let's talk ну что поговорим deciphering расшифровали that's the wrong word это совсем неправильное слово why they do not explain how to count in binary они не объяснили как считать в двоичной системе actually this is the level that we stopped the last time that we stopped the кстати уровень который мы в прошлый раз остановились и здесь нету сохранений and there is no saves here so if you exit or there is some glitch in the game actually you need to like to start the game если короче происходит какой-то глюк или выходишь из игры то все начинай весь уровень сначала вот так вот супер игра улучшена от одиночки разработчика корпорации корпорация делает вообще такую херню такую херню просто не передать как они засрали на самом деле этот самый майнкрафт the minecraft like when it is now and the ownership of microsoft is much worse than it was interesting really does all the products that microsoft takes or buys starts to be worse than they are i guess yes and the mother okay here i won't show you the code тут я код никакой не буду показывать because that's doesn't matter okay i will show you no longer покажу покажу вам на таки быть so here you see what we did here new functions fly to dumpster release trash у выбросить мусор actually for english speaking this is really easy to understand what those commands means то есть для англоязычных вот это вообще очень легкий фраз тут просто лети к мусорке брось мусора вот так вот она по-английски если перевести дословно что значит эти функции конечно это очень удобно для понимания того как программировать ну и здесь у нас код если перевести с английского то это пока ищешь мусор если мусор истина подниму поднять мусора переместить мусор если батарея меньше 20 найти трансформатор начать зарядку пока заряжаешься если батарея больше 80 процентов прекратить зарядку продолжить цикл полета буквально перевел вам значение всех этих команд то есть когда вы понимаете английский или если бы не дебилы занимались бы наукой в российской федерации я уже не говорю про другие страны снг там типа украины да то конечно было бы уже программирование на русском языке вот и нормально можно было бы программировать есть такие программы но они остались где-то в девяностом годах визуальное программирование где есть русские команды но это все надо адаптировать и развивать ну а так как руководят дебилы им как бы не до этого им бы понять вообще как одевается рубашка пониженно столько тупые блин и при этом почему-то все люди выбирают их руководители но это мы отвлеклись до лет лаунч дико уже запускаем код еще разин показывал а кейс и вы джаз нити дамстер до чек декута я сейчас идем к мусорке проверим код здесь но вот понимаете вот этот код он именно чувствуется в игре как лишний поэтому почему-то все интерфейсы кроме кода отображаются нормальная не внутри игры без таких проблем а вот только ты переходишь коду он как просто понимаете прикручена ну типа на скорую ногу какая-то поделка вот как это чувствуется so the code environment feels like you know badly attached to the game a like a bone that you actually don't need like a third leg or something like that that's totally weird and you cannot capture that normally okay let's check this code ну что посмотрим этот код here we go вот у нас неприятности с птицами ok this code that we need to remake это тот код который нам нужно переделать заменить в move trash на функцию fly to dumpster а затем release trash а нам то есть а вместо перемещения то есть move trash это переместить мусор а нам нужно лететь к мусорке и бросить мусор то есть нам нужно поменять именно что делает наша этот самый наши птички эти птички питаются электроэнергией кто бы знал на выбросить мусор вот команду копируем вставляем но на самом деле код здесь реализован хорошо я недавно хотел сделать моды на blitzkrieg вот и вместо того чтобы функции назывались по-нормальному типа атака пулеметом там или этот самый ну типа перезарядка перевозка пехоты ну адекватном назывались бы ну на английскими словами эти нет там используется побитого я маска и коды 2347 5708 1634 блин что это значит а хер ты его поймешь вот хер ты его поймешь отвратительно понимаете программистам надо бить по рукам надо ли бить регулярно в лицо чтобы они нормально называли функцию ну типа вот выбросить мусора до полет к мусорке ну адекватное название они 3447 15 дробь 68 тире 17 побитого я маска набор матри набор чисел матрицы не в ту число поставишь все она не работает вот замечательно ну программисты страдают вот этой ерундой поэтому кто учится программированию пожалуйста учитесь программировать просто учитесь и и учитесь бить тех программистов которые делают так как в blitzkrieg и которые делают простые вещи чрезмерно сложными а айкин сайдад одессы запрети и useful and easy кода че а римейк андой нуды games that i tried to modify and x instead of making the code easy they actually made the code hard and for example instead of those functions you know uh fly to dumpster uh throw the trash into the bin uh they like uh create the program that has like let's use the matrix of numbers uh beat numbers and let's name all the actions like 3542 fa g2 6922 gm1 and if you are and every of the of these numbers actually is matrix with a lot of numbers inside that and if you press the wrong number for the wrong function for example like attack with machine gun or take the uh take the uh trash you know if you put the wrong number in that matrix inside the function is broken and you you don't know what that is really meaning i don't know so so there is a bad coders we can say that's evil coders that does that crap that makes the hard uh that the simple things very hard and okay we need to create a ledge here uh значит нам здесь лесенку уже надо будет делать okay задание пускай какой мост вы бы хотели получить okay what the bridge you want to create большой металл древесина let's do it from the metal какого размера должен быть мост огромный ландарева за подсказку уже создаю okay we've asked him to create the bridge oh cool клёво отличная подсказка это архитектурное чудо великолепно демонстрирует ваши инженерные и конструкторские способности okay we did not coded uh the bridge мы не программировали в этот раз okay let's fall down so never kiddos do like those evil coders who actually make a simple things hard it is better to make a hard thing simple this is the better way to education and to knowledge and to better coding ну что пора убираться i don't read that taxation перестал читать этот текст потому что ерунда полная полная so that text and dialogues are useless if we skip them we don't miss at and nothing and yeah i recommend you better to start with python rather than the scratch variant because python is faster and python is easier and education mode in python is better it is normal level instead of crap и знаете вот что я понял в этой игре нужно именно выбирать режима обучение с питоном потому что и режим обучения лучше сделаны и объяснение какие-то уже более вменяемые они все равно конечно сложновато для начала на еще но тем не менее уже хотя бы что-то это намного лучше то есть если то что я видел в скретче это просто полный шлак в это ну это невыносимо то на питоне уже можно сказать ну нормально 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 не идеально конечно но нормально вот из кого на что твою мать происходит добро пожаловать в айтэч локс это ваш офис здесь вы создали искусственный интеллект для самых надежных смарт замков представленных на рынке вы потратили ум и времени окей we have created the smart lock и похоже получили электронное письмо вам стоит его прочитать может это насчет ошибок а может это клиент обратился за помощь ok so that's some mail we received what i can do here что можно здесь this doesn't work это не работает but like the environments are you know that's definitely i guess a model to be close to how the environments for programmers are made in those corporations who exploit the brains of programmers and make them hurt a lot знаете вот так вот выглядят на самом деле студии по программированию типа microsoft цветок для программистов где они типа как бы может могут отдохнуть поиграть в бильярд но на самом деле вы не смотрите что это выглядит все так хорошо это пыточное для ума вы вроде сидите смотрите или пьете чаек а ваш мозг каждую секунду взрывается испытывает боль потому что не может решить какую-то простую задачу и вы бьетесь об эту тумбочку вы разбегаетесь и пытаетесь запрыгнуть своей головой в эту лунку чтобы хотя бы как-то помочь решить эту задачу короче это пытка пытка цивилизованных людей дать вам программировать so our coding is the torture for your brain invented by the evil capitalist corporations and this is the way to make you suffer in a very nice environment this is like every environment is so nice and so good but but nobody knows that your brains are tortured right here and right now and 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 no police would like go here and understand and recognize that actually actually the capitalists torturing your brain they are like и знаете вот все так красивенько то есть это прикрытие для корпорации капиталистов чтобы если пришла милиция или полиция вот в это окружение пришли да нормально здесь люди живут все нормально а на самом деле все они в мозгах у бака пытая ну их пытают их пытают странными задачами которые невозможно решить они сидят у них мозги плавятся вот и говорят помогите а полицейские веке аж чем помочь то все нормально все хорошо вот у вас все клево уютненько ладно мы пошли а на самом деле все здесь находятся под жесткими интеллектуальными пытками вот эта реальность ребята жестокая опасная реальность let's go here давайте пойдем от клиента кому глючное бревно ok glitchy log дорогие разработчика и tech logs всякие продавцы постоянно тревожат нас самое неподходящее время как они всегда узнают что мы дома как вы думаете может они смогли получить доступ к нашей личной информации ok so the traders are bothering those people and it appears that they have access to their private information похоже это серьезная проблема давайте сначала попробуем проверить отчеты доступа к дверью чтобы убедиться все работает исправно let's try the door мы проверим дверь все и так interesting интересный эффект сделали о нет отчеты доступа являются публичными все могут их увидеть чтобы сохранить безопасности конфиденциальных данных мы должны быть уверены что только определенные вот это и начинается это дебилизм с программированием не надо делать не надо делать скрытыми в игре вообще ничего ничего если это не сетевая игра то есть если мы говорим про сетевую какую-то киберспортивную игру где у нас будут соревнования и могут там использовать разных ботов и прочие ну читерские приемы чтобы в сети играть и читер то есть это онлайн какие-то эти самые игры даст онлайн сервером или сетевые игры там скрыт и вать информацию еще представляется смысл если вы делаете инди игру если вы делаете какой-либо продукт который не связан с финансами с банками который не связан с сетевыми сражениями там на деньги или какие-то соревнования не надо вам это инкапсуляция и это скрытие данных это публичность наоборот надо оставаться максимально публичными если это одиночная игра все должно быть сделано чисто публично без всяких вот этих инкапсуляций издевательств над мозгом человека просто айкен сей мморпгс then you don't need encapsulation and private information all the majority of indie games 99 percent should be made with a public code without any encapsulation and private properties at all that means makes a learning programming and starting creating a simple games a pretty simple task and do not like do not break the brains with the freaking encapsulation and the proper private property чтобы продолжить воспользовайтесь создателем ассистентом и на своем компьютере so we need to use assistant on our pc выберите января такс при этом добавить функцию выход исправить ошибку ok i guess that would be in the next episode all along and prosper ну что это будет уже следующем эпизоде живем и процветаем мы только так побеждаем